Поздние роды, особенности женского цикла, возраст, избыточный вес, да и просто генетика. Все это факторы риска рака груди. Ежегодно в Самарской области с этим заболеванием сталкиваются порядка двух тысяч человек. Однако медики заверяют, что на современных этапах развития медицины излечение болезни на ранней стадии возможно практически в 100% случаев. Ну если говорить об России, то ежегодно заболевают более 60 тысяч человек относительно Самарского региона, то и около двух тысяч человек в Самарском регионе диагностируется. На базе нашего отделения хирургическое лечение проходит около 1200 человек. Выявить рак молочной железы можно с помощью УЗИ, КТ, МРТ и рентгеновского исследования. Недавно в Самарском онкодиспансере появился новый маммограф. Обычно пациенты направляются на скрининг исследований молочной железы, для того, чтобы выявить, есть ли опухоль. Большое узловое образование с нечеткими тяжистыми контурами. Уже видим, что молочная железа сама деформирована. Прореагировали лимфатические узлы. Ну и здесь сразу 100% ясно, что у пациентки рак молочной железы. Но есть симптомы, которые можно обнаружить самостоятельно. Безболезненное плотное образование, изменение формы молочной железы, чувство дискомфорта в груди. Так было у Алевтины Николаевны. Неудачное падение спровоцировало опасную болезнь. Ну я быстро обратилась в свою поликлинику. Мне говорят, идите к онкологу. Я пошла к онкологу. Срочно в Самару. Здесь меня встретили нормально. А на второй день сделали сразу операцию. Даже если у вас нет симптомов, вызывающих опасения, говорят медики, после 40 лет надо посещать мамолога хотя бы раз в два года. А мамографию делать каждый год. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.